Добрый день, мы с вами в студии Укрлайф ТВ и приветствуем вместе Михаил Кухаря. Здравствуйте, Андрей. Всегда вы остроумно замечали нужный момент колебания курса нашей гривны национальной валюты. Как предсказывали повышение, понижение. Интересно, может быть сейчас отметить не предсказание курса гривны, а соотношение к рублю. Я смотрю, что соотношение улучшается в сторону рубля. Как-то чуть проанализировать, может быть, российскую экономику в связи с войной или соотношением с Украиной. Нет, но если вы об этом спрашиваете, тут легко сказать об общих тенденциях и закономерностях. Конечно же, гривня пережила уже свой период глубокой девальвации, как все убедились, за последние полтора года курсовой стабильности. Она спокойно себе маневрирует в коридоре 24-27 гривен за доллар. Я думаю, что не уйдет из этого коридора и до конца года. Что касается основных макроэкономических рисков или рисков внешних выплат, они все фактически пройдены. Те, которые остались на четвертый квартал, они тоже хорошо известны. Резервы нацбанка позволяют с этим справиться. Основная часть закачки газа уже произведена в хранилище. Действительно, существует продолжающаяся тенденция падения как экспорта, так и импорта. Украина, как страна, достаточно серьезно потеряла внешний экономический оборот. Однако дисбаланс и диспропорции в сторону увеличения импорта или оттока капитала. Вы знаете, продолжает сохраняться ряд ограничений, хотя они и были, но несколько ослаблены. В основном, Украина сейчас страна с зажатым внешним счетом. То есть и по текущим, и по капитальным операциям существуют, продолжают сохраняться ограничения на вывоз валюты из страны. В этих условиях, конечно же, курсу гривни ничего не угрожает ни в этом году, ни, не побоюсь сказать, и о первом полугодии следующего. Даже если говорить о сезонных тенденциях, то если гривни и достигнет своего пика 26-27 гривен за доллар к концу декабря, то ее обязательно ждет небольшое укрепление в январе и феврале, когда оплачиваются основные экспортные контракты, идет сезонное укрепление национальной валюты. Это из года в год повторяется уже 20 лет. Не та история у рубля. Как вы знаете, российская экономика продолжает находится под санкциями. Российская экономика испытывает уже третий год после начала военных действий в Крыму и на Донбассе. Международное сообщество ввело ряд ограничений по работе с российской экономикой. Фактически для них перекрыт доступ на международный кредитный рынок. Россия, в отличие от Украины, страна бешено закредитованная, то есть речь идет о едва ли не триллионе миллиардов корпоративных займов, частных и государственных. Таких резервов у России нет, у них нет даже половины этой суммы. Вопрос времени, когда они должны будут закрываться курсом еще и еще больше, потому что, как вы замечали, все вот эти вот очередные скатывания рубля, они были вызваны тем, что крупным российским госкомпаниям приходится выплачивать крупные транши по своим ранее взятым кредитам, которые им не пролонгируют, а просят гасить западные банки. То есть даже не колебаниями ценами на нефть? Цены на нефть, если вы заметили, Андрей, у нас не колеблется. Они плавно ушли с коридора 50-70, вернее с коридора 100-120 до начала военной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. В коридор сначала 50-70, потом едва не докатились до 30, и сейчас вяло влюблются в коридоре 40-50 долларов за баррель, что для российской экономики и федерального бюджета, который всегда считался по уровню сопротивления 60-80 долларов, фактически убийственных. Это уровень дефицита, который у них обнажился, с которым они самостоятельно без внешних займов справиться не могут. А внешние займы, как я сказал, для них пока что перекрыты. Таким образом, говоря о стабильности рубля, я бы сильно много денег, как говорят фондовики, не поставил бы на то, что рубль сохранится на своих нынешних позициях в следующем году, как я легко могу прогнозировать сохранение позиции гривни. Поэтому, конечно же, гривня, как валюта, будет укрепляться по отношению к рублю, что было бы, безусловно, очень плохо. Но не из-за того, что гривня крепкая, а из-за того, что рубль, ну кроме как ослабевать рубль, российской экономике часто бывает закрыться нечем от выплат. Но это всегда происходит со стагнирующими экономиками. Мы тоже стагнировали два года, но мы, к счастью, весной этого года, как вы знаете, оттолкнулись от дна. У нас растут основные все показатели. Незначительно, но растут. Никаких тенденций к дальнейшему спаду промышленности или оборота внутренней и внешней торговли нет. Проценты роста, правда, довольно вялые. Все ожидали более стремительного восстановления, но рост этот есть. И ясно, что никаких оснований для дальнейших толчков спада на десятки процентов, как это было в 2014-2015 годах, больше не существует. Теперь мы будем только расти. А Россия, к сожалению, зашла в затяжную рецессию. Она будет падать, и курс рубля, соответственно, тоже будет падать. Соответственно, если вы имейте в виду, как быстро гривня укрепится с нынешних двух с половиной до прежних некогда четырех рублей за гривню, то я думаю, что это произойдет за полтора-два года. Ух ты! Такой прогноз будет. Все время проверять, ходите, вот тут же рядом вывешены такие таблицы, и всегда можно посмотреть, какой курс рубля по отношению к гривне, пока еще у нас не закрыт. Как помните, наш разговор в этой студии годичной давности полностью сбылся. Да, да. И не осталось. Это позиция около 25 гривен за доллар, хотя год назад мало кто прогнозировал такую стабильность. Мы с вами говорили, что совершенно очевидно, что когда резервы сформированы уже в размере более 12 миллиардов долларов, то никакие выплаты в размере трех не страшны для Национального банка и для курса национальной валюты. Но все-таки, Михаил, когда вы в этой студии часто и остроумно замечали нечто по поводу банковской финансовой политики внутри государства нашего, хотя банки такая связанная же система по всему миру, наверное, да. Как не отметить, что за последние полгода, но мы давно не виделись, с банками что-то же происходило. Даже у кое-каких банков даже не стало. Ну и как бы так, как люди не хотят получить кредит на построю какой-нибудь квартиры, строится много в Киеве, да. Проценты остались те же какие-то кошмарные просто, да. Ну то есть по-прежнему мы здесь очень отличаемся от каких-то стран европейских, там западных. Вот как это объяснить, почему тут никаких подвижек в сторону приятную для не только застройщика, но и квартиросъемщика не происходит. Ну, если позволите, я так комплексно отвечу на ваш вопрос. Как я сказал, Украина оттолкнулась от дна, но будем забывать, что нас выбросило на это дно. Страна пережила почти 50% годовую инфляцию. Такая инфляция быстро не угасает без негативных последствий, в частности для уровня процентных ставок в экономике, потому что банки не могут кредитовать по ставкам ниже, чем инфляция обесценивает деньги. Соответственно, сегодняшняя учетная ставка 15. Соответственно, банки в основном берут депозиты по 18-20%. Это и есть базовая стоимость денег. Соответственно, кредитовать дешевле, чем по 25 никто не может. Вам и мне хорошо известно, что многие банки даже по 25 не кредитуют, они кредитуют по 30-40. Установилась сейчас новая кредитно-ставочка такая, да? Ну, это по краткосрочным займам, по 3-6 месяцев, но и спрос на такие кредиты, как вы понимаете, очень невысок. И это является гирями на ногах у растущей экономики, у высокий уровень процентных ставок. Система, ну, проблема плохих займов, плохих активов банковской системы Украины не решена. Как я и говорил год назад в вашей студии, фактически банковская система – это, ну, больной, который находится под трубками в палате интенсивной терапии, то есть это в системе искусственного жизнеобеспечения. Уровень… Это банковская система в Украине. Банковская система в Украине. Я, как и говорил тогда, что нужно было честно подойти к проблеме возврата депозитов населения в банках, потому что, если ничего не делать, банки просто будут схлопываться один за другим, им плохо возвращают кредиты, они не могут рассчитаться с долгами, в конце концов их ликвидируют. И тогда обязательство этого банка передается в фонд гарантирования вкладов в физлиц, и из бюджета напрямую выплачиваются эти деньги. К сожалению, ну, это такой нечестный, это такой, скорее, социалистический подход. То есть, если ничего не делать, то будет и дальше так. Сколько? Год, два, три? Да, год, два, три. Сколько? Да хоть пять лет. Если мы не начнем днем радикально лечить банковскую систему. Радикально лечить, но можно было бы пойти по кипрскому сценарию, как мы говорили с вами год назад, когда оценивается уровень, когда оценивается уровень, реальный уровень стоимости активов банков, и мы понимаем, что, ну, вот там, кипрские банки поняли, что они могут выплатить только по 60 центов за доллар, вложено за каждое евро вложение. Честно об этом объявили и выдали вкладчикам или длинные долговые обязательства 10, 20, 30 лет, чтобы погасить все, или, если сейчас, то не более 60 процентов, потому что 40 процентов их активов пропали в плохих греческих долговых бумагах. Ну, просто пропали, но этих денег нет в монетарном смысле. В Украине схожая ситуация, только мы, к сожалению, не знаем ни реальных цифр плохих активов, ни реального процента, ну, дисконтирования, ну, то есть, реального процента, я бы сказал, потери сбережений в банках. Пока что банки, ну, понимаете, это не то, чтобы, я вообще, честно говоря, очень сомневаюсь, что эти точные цифры знает Национальный банк, потому что это вопрос к качеству работы регулятора, к системности работы регулятора, это вопрос к качественным аудитам и качественному банковскому счету. К сожалению, два послереволюционных года на финансовом рынке явило нам очень много примеров грубых нарушений банковских нормативов, в частности, нормативы по открытой валютной позиции, в период, когда у нас курс летал, и других вещей. Расшифруйте пример какой-то характерный, интересно, что-то за нарушениями были вопиющие. Но банки не имеют права покупать валюты больше, чем у них есть клиентские заявки, плюс полпроцента от собственного капитала. Это нормативы открытой валютной позиции, потому что если банк сможет, все банки имели бы право за всю гривню, что у них, вдруг взять да накупить валюты, то тогда у нас против несчастных 12 миллиардов резервов Национального банка выступал бы спросом триллион гривневых активов банковской системы. Ну и ясно, что было бы с курсом. Такого рода ограничения существуют в ряде стран, это не что-то экзотическое, просто они бывают больше, меньше, но у нас они зажаты почти до минимума, ну 0,5. Ну я не хочу просто называть имена банков, потому что это как бы инсайдерская информация, но весь рынок об этом знает, что два крупных банка грубо нарушили нормативы открытой валютной позиции, получив рефинансирование в гривне более миллиарда, вышли на валютный рынок и подорвали курс тогда с 24 до 30 до 29, а потом и 32, если вы помните это ралли, потом нацбанк с трудом возвращал его обратно на 25. Ясно, что сравнив суммы покупок валюты этими банками с нормативом их валютной позиции, но там эти цифры между собой не сходились, ясно, что это было грубое нарушение, при том не нарушение ради не просто наживы, ну что часто можно понять со стороны банков, а нарушение, которое вызвало макроэкономическое спокойствие на рынке, а это считается смертельным грехом в банковском, в банковском мире. Ну да, кто-то зарабатывает себе 50-70 миллионов долларов за два операционных дня, а вся система должна пересчитывать активы по новому курсу, то есть ущерб экономике наносится на миллиарды. А кто же виноват в первом скачке курсовом, тоже в банке? Ну смотрите, нет виноватых, так рассуждает Владимир Владимирович Путин, у которого если цены вырастают в супермаркетах, я включаю русское телевидение, он проводит совещание с прокуратурой, нужно открыть больше уголовных дел против владельцев супермаркета, что же они повышают цены? Ну они виноваты в росте цен? Нет, не они не виноваты, виновата инфляция, ровно так же в скачках курса, но нет каких-то специальных злых людей, которые качают эти курсы, есть теория спроса и предложений, есть рыночная конъюнктура, которая существует в операционный год, в операционные дни, нет, но когда-то, если курс объективно макроэкономически не обоснован, то когда-то его прорывает, его можно удерживать, регулятор может его удерживать при помощи интервенции, более или менее длинный период, но потом его прорывает естественным спросом на валюту, точно так же вот сейчас, как мы сказали уже, продолжают сохраняться ограничения на вывоз капитала, но когда их снимут, это окажет давление на курс, многие, кто не вывел, но хочет вывезти отсюда валюту, сделают это, но к счастью у нас сейчас идет встречный тренд, как вы знаете, выставлено огромное количество предприятий на приватизацию, в Украине достаточно дешевый рынок образовался рабочей силой, договор о свободной торговле СССР продолжает действовать, а Украина очень, ну вот не считая военных действий на Востоке, является сейчас, я не устану повторять, самым привлекательным объектом для инвестиций, с гарантированным трендом на 5-8 лет, просто, просто какие-то инвесторы, уже услышали, я слышу эти же тезисы, эти же тезисы, я слышу на очень многих инвестконференциях, сейчас и в Киеве, и в Лондоне, все это открыто обсуждают, все немножко боятся странного риска, но все понимают, Украина это самый недооцененный актив сегодня в Европе, поэтому все здесь покупать выгодно, начиная от недвижимости, заканчивая промышленными объектами. Вы знаете, большой список установлен на приватизацию, под него зайдут сотни миллионов и миллиарды долларов, поэтому… За Одесским припортовым разобраться как-то все, в том числе Одесский припортовый. Снижают, никто не покупает, остальные там миллионы объектов. Самое интересное, я всегда слушаю вас интересным, потому что внутренне, кажется, сопротивляюсь, как человек такого социалистического, долгого прошлого, где плановая экономика и так далее, а вы же такой, ну… Я либерал. Нет, я при себе симпатия, либерал, почему такой рыночник, и такой даже неолиберальную модель, вот в Украине вы всегда, не скажу наслаждаете, но предлагаете, чтобы она работала эффективно. Вот в чем главные тормозы для работы этой модели неолиберальной? Первый главный тормоз, который написан в классике, это слишком высокий уровень налогоблажения в ВВП, так называемый фискальный процент ВВП. То есть, если в экономике ВВП – это все, что зарабатывает экономика во всех товаров и услуг за год, если из каждого заработанного доллара у предпринимателя отбирают 50 центов, и только 50 остается именно на развитии, то это одна экономика, а это европейская экономика. А вот если с каждого заработанного цента у предпринимателя остается 75 центов, то это американская экономика. Она растет быстрее, она свободнее внутри себя. И есть правительства, которые умеют за четверть выполнять государственные функции, ну там содержать армию, милицию, охранять внешние границы, ту или иную модель здравоохранения и образования, потому что необязательно надо, это как при социализме, чтобы государство на себе сто процентов расходов. Ну и как мы знаем, мы до сих пор имеем условно-бесплатное образование и медицину, мы же знаем, сколько мы платим при каждом визите в школу или к врачу. Так вот, те, кто меньше собирает бюджет, а больше оставляет свободному рынку, те экономики растут быстрее, соответственно, уровень жизни там выше. Те экономики, которые собирают слишком высокие налоги, их уровень экономического развития замедляется. Сначала темпы, а затем они, ну их начинают догонять Китай, например. Вот есть же прогнозы, что там Китай уже даже не к 2050, а к 2030 году опередит минимум четыре страны Евросоюза по уровню жизни. По уровню жизни? Да. Да. Усоединенные показатели там всякие полтора миллиарда, какие-то люди живут еще до сих пор в селах, в селах там уровень-то такой. И в России, в Украине есть примеры, где разные люди живут по-разному, но есть же показатель среднедушевого ВВП. А Китай уже у них все-таки планы экономики, государственное регулирование посерьезнее, чем в Европе, да, или там в Америке. Смотрите. Этого самого социализма. Вы правы, безусловно, в том, что Китай, эта страна, как ни парадоксально, но с государственным таким капитализмом, он довольно дикий, он довольно, то есть это одна из самых низких социально защищенных стран мира, несмотря на коммунистические красные флаги, развивающиеся над всеми админзданиями. Я постерекся бы последние 10 лет называть китайскую экономику плановой. Там действительно существует рекомендательный уровень регулирования. Вот, например, каждая провинция видит, какие отрасли ей надо развивать. Они пытаются привлечь инвесторов и промышленников именно этого профиля. То есть они, в принципе, нормально выполняют функции госорганов. В то же время никаких барьеров, кроме некоторых валютных ограничений, для свободной конкуренции внутри Китая не существует. Существует мощнейшая программа госзакупок. Она, конечно же, стимулирует в первую очередь национальных производителей. Существует ряд протекционистских мер, которые даже слабо увязываются с нормами МВТО, но тем не менее, так как Китай договорился с Америкой, они существуют. Например, если вы знаете голливудских фильмов, может в Китае идти не больше восьми в год. А остальные фильмы должны быть те, которые в копродакшене. Нет, в копродакшене с китайскими компаниями. Там по-разному обходит этот барьер, но тем не менее. Любой бизнес, который вы привезете в Китай инвестиции, создадите рабочие места, вы не столкнетесь с угрюмой компартией, с какими-то госрегулированием. Наоборот, скорее всего, даже можете претендовать на некоторую помощь со стороны государства. Поэтому от коммунизма там осталось мало. Китай при коммунизме пережил самые тяжелые свои два. Маоиски, десятилетия 50-60-е годы и часть 70-х 20 века. Как только они открыли свою экономику для либеральной модели, свободной конкуренции, свободного передвижения труда и капитала, то с Китаем за четверть века случилось то, что с ним случилось. Возвращаясь к Украине, возвращаясь к Украине. Китай задумался. Многие сейчас в правительстве даже любят называть себя либералами, но я считаю, что страна, где 42 цента с каждого заработанного доллара отбирается у предпринимателя, не может называть себя вполне капиталистически и либерально. К сожалению, за эти 25 лет независимости уровень благообложения в Украине только вырос. Более того, Украина приняла себе за образец европейскую экономическую модель, которая является всего лишь одной из четырех успешных моделей на планете Земля. Потому что американская модель, например, это совсем не европейская. Но мы приняли европейскую. И мы, как в нашем перманентном процессе евроинтеграции, многие не задумываются, что составной частью так называемой интеграции является дорожная карта по усреднению, по выравниванию средне-взвешенных ставок налогов со среднеевропейскими. Среднеевропейские ставки налогов – это худшие налоги на Земле. Эвропа – это великолепная, блестящая экономическая модель вчерашнего дня, которая, к сожалению, показывает свою полную неэффективность последние 16 лет. Вот если брать с 2000 года, с момента введения евро, то группа стран евро-27 растет на 1,1% в год. Хотя мировая экономика в среднем растет на 3%, страны Аравии на 7,10%, Китая на 10,12%. Ясно, что это лишь вопрос времени, когда европейцы станут более бедными, чем китайцы из-за своих давляющих на этих налогов, чрезмерных соцвыплат, в том числе на мигрантов и так далее. Украина, к сожалению, повторюсь, движется по этой модели. То есть она постоянно подрихтовывает свою экономику под эти европейские лекала. Хотя Европа – это не единственное место, где капитализм достиг успеха. Я повторяю, что существует еще Канада, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея. Кроме Европы. Азиатская, Аравийская, Европейская и Американская. А может чуть подробнее, что там вот Аравийская? Интересно, какая там специфика? Это длинный разговор еще на одной передаче. Тем более, что сейчас их статистика серьезно подпорчена арабской весной. Даже те страны, что были успешными… Здесь платные, просто есть какие-то вебинары, наверное, у Михаила Кухаря, и он не хочет все-таки здесь, в студии так… А вот американская экономическая модель, которая предполагает от четверти до третьей налогообложения экономики, а для некоторых отраслей это ниже, которая не предполагает таких кошмарных, громадных гирь в виде сельхоздотации, там они тоже существуют, но гораздо более в этом виде, чем в Европе, где они просто обременительны, например, во Франции и Италии, ну для бюджета. Там никогда не может быть низких налогов, потому что тогда погибнут все фермеры. Вот Украина, на самом деле, могла бы выбирать между тем, что существует в мире. А, ну и американская экономика, напомню, что в годы подъема экономического цикла, она легко растет на 5 и более процентов. Европа никогда не растет такими темпами. И закономерность в экономической науке современно и давно это доказано, что чем ниже у тебя фискального процента ВВП, тем выше твои темпы экономического роста. Все. Нужно просто искать компромисс. Я думаю, что для Украины он находится примерно на американском уровне. То есть уровень налогообложения в нашей экономике не должен превышать 30% от ВВП. Тогда мы будем лететь вверх, как ракета, как мы это делали все 2000-е годы. Да. До кризиса 2008 года. Ну, как-то мы связаны, наверное, с мировым кризисом были слегка. Пузыри начали лопаться. Погубил нас мировой кризис, но еще и неумелое управление Юлия Тимошенко, потому что мировой кризис присадил в соседние экономики на 2,5-3%, а мы упали на 15%. Ну, так, чтобы она там управляла прямо всей страной. Я так помню, что была премьерминистра, но чтобы прямо там из-за нее все было. Если вы помните, какой была тогда Конституция и чьими были министры, то вы легко вспомните, что экономика находилась два года под ручным управлением в Юлии Тимошенко. И даже Национальный банк не смело слушаться ее, когда она говорила какие-то глобости по курсу, что курс надо укреплять на экономе кризиса. Если вы помните абсурдное укрепление с 5,3% до 4,95%. Потом осенью пришлось его отдавать до 8%. Я, конечно, не помню, но сейчас я думаю, что ситуация, особенно на фоне того, с чем мы начали разговор, падение этого курса в гривны, потому что у него доллара такое вопиющее, что… Ну, как вопиющая, одна гривня, но и в чем праник. Не сейчас, но за эти два года, я имею в виду, что за два года новая… Она уже закончилась, мы уже имеем полтора года стабильности. Дна-дна мы уже достигли, как вы говорили, и, наверное, это как-то обнадеживает и радует. Вот связать с бюджетом это все, как-то заложено в бюджете, может быть, какие-то подвижки в сторону, там, в основании какого-то фондового рынка у нас? Вот интересные вещи. Ну, смотрите, бюджет, конечно же, это системообразующий документ, который уже отвечает минимум на половину вопроса, что будет с экономикой дальше в следующем году. Особых… тот проект, который сейчас существует, который все мы прочли, я надеюсь, что он еще будет меняться, меняться в лучшую сторону. Но то, что сейчас есть, не вселяет ни особых поводов для оптимизма, потому что радикального снижения налогов там как не было, так и нет, но и особых рисков в себе не содержит, которых не было у нас ранее. То есть какого-то риска резкого недовыполнения каких-то статей, разбалансировки местного и центрального бюджета. Нет, у нас есть тренд. Все больше децентрализация происходит не на словах, а на деле. Местные бюджеты получают все больше денег, центральные все меньше. А так, ну, некоторые косметические изменения налоговой системы и система бюджетных трансферов к этому привели. Это четкий тренд, на котором у нас стоят Порошенко и Гройсман, они сторонники этой децентрализации. Ну, не федерализации, а децентрализации госфинансов. Это уже происходит. Там сейчас у нас картина, что местные бюджеты преимущественно профицитны, государственные немного дефицитны, но гораздо меньше, чем планировалось. И если смотреть на баланс сводного бюджета, то все у нас с госфинансовыми в порядке. В принципе, по этому же тренду будет развиваться и бюджет следующего года. Если Бог даст хорошая приватизация, то придет еще больше денег. Так что никаких рисков со стороны бюджета ждать не приходится. Но, к сожалению, и радикальных реформ, которые бы ускорили при помощи очевидных шагов и методов, темпы нашего экономического развития в следующем году, если бюджет останется с прежними налоговыми ставками, нам тоже не приходится. Вот будет у нас такой вялый ростик 2-3, может быть, 5% гривни. При стабильном курсе и не менее чем 10% инфляции, это будет означать 10% рост долларового ВВП. Михаил, конечно, хотелось бы куда-то свернуть в сторону, куда все сворачивают сейчас, погратиговать там реформы, продолжающиеся в полиции. Ну, вернее говоря, вот этот закон, который там презупция, невиновость полицейских. Но я вас хотел спросить о другом. Все же вот о земле, о землице украинской. Да, пожалуйста. Насколько велики риски или вообще какая-то угроза, что земля вся превратится в какую-то, только у нас не украинскую, не знаю, иностранные трансмонополии зайдут, скупят всю землю и так далее, и так далее. Вот нынешняя, может быть, волна возмущения фермеров или людей, которые обсуждают это активно в медиа. Вот насколько вы для себя там продумываете, промысливаете, как говорят философы, этот сюжет, и что нам светится с тем, что все-таки рано или поздно ведут эту частную собственность на землю, будут их продавать? Знаете, спасибо за ваш вопрос, потому что я хотел бы, ну, приложить свой голос к развенчанию этого чудовищного мифа популистов и латентных этих коммунистов и социалистов, которые еще у нас сохранились в парламенте и которые качают лозунг «Заемлю не можно продавать», «Заемляться рид на мат», «Заемляться народное остание еще ев народ». Да, вот это вот звучит, ну, как бы логично, но, честно говоря, давайте посмотрим на страны-соседи. Ну, у всех уже, и у молдаван, и даже у русских, не только в восточноевропейский пояс наших соседей, которые вышли из соцлагеря, но уже даже в России можно продавать землю сельхозной, значит, и она успешно продается. Только мы сдерживаем, ну, вот эти пута на ногах у нашей агроотрасли висят, они не могут брать кредитов, они не могут капитализировать. То есть, понимаете, каждый год продление моратория продлевает стагнацию украинского агро-промышленного комплекса. Честно говоря, я в последнее время уже почти убежден, что это работа русского лобби. Вот, честно говоря, мало что Путину, если у него есть какой-то проект про подрывы украинской экономики, то я думаю, что сохранение моратория на продажу земли – это один из ключевых пунктов. Потому что если снять эти Пута, то украинский аграрный сектор взлетит как ракета. Ну, я говорю об этом… Сейчас уже неплохо, урожай нормально. Я говорю так смело, потому что мне как раз довелось читать, ну, и наша АМФ-группа была причастна к обобщению некоторых результатов по работе агросекторов как раз восточноевропейских стран. И вот если считать от года, когда они открывали рынок земли, то в течение ближайших семи лет практически у всех удваивалась урожайность. Понимаете, на частной земле лучше растет. Вот такой вот уже буквально экономический закон. И второе, знаете, если вы посмотрите на страны на карту мира, то среди 139 наиболее развитых стран вы найдете очень мало стран, где не разрешена покупка и продажа земли. Например, возьмем Соединенные Штаты. Там вообще не существует никаких ограничений на покупку и продажу земли. Претензии к агросектору и к судьбе американского крестьянства есть? Кого-то обидели? Вот говорят, нельзя продавать, потому что иностранцы скупят задешево. Ну, задешево. Почему иностранцы не скупили задешево землю Соединенных Штатов Америки? Там нет ограничений для приобретения. Могут арабы приехать, японцы. Они, кстати, приезжали, потом неумело вели дела, продавали опять задешево эту землю. То есть, в принципе, земля нужна тому, кто будет на ней работать. Когда-то, знаете, вот легко, на самом деле, ведь это же, как правильно говорят наши единомышленники, нарушение еще и конституционной нормы. Мы раздали по ее людям. 7 миллионов человек являются собственниками земли. 20 миллионов человек являются собственниками квартир в нашей стране. Так вот, если у вас частная собственность на квартиру или на машину, вы можете ее продать. Никто же не говорит, Андрей, что вы настолько глупы, что вы продадите свою машину дешево или свою квартиру дешево. Вы не примете неправильное инвестиционное решение. Поэтому, поскольку, чтобы вас же защитить от вашего собственного слабоумия, то мы запретим вам продавать вашу квартиру. Ну, а ведь, говоря, продлевая моратория, мы как бы то же самое устами Юлии Тимошенко говорим об украинском крестьянстве. Ведь она же это имеет в виду, когда говорит, что надо бы продлить мораторий, иначе все скупят задешево. У кого скупят? У придурков, которые не могут оценить свое имущество? Понимаете, если бы у нас 25 лет назад не разрешили продажу квартир людям, я вам клянусь, цены на квартиры были бы также низки. Ну, то есть, они взлетели за эти 25 лет только потому, что эта недвижимость превратилась в товар, свободно обращающийся на рынке. И поэтому смогла расти. Если мы запретим продавать квартиры, будем сидеть ждать, пока они подражают, они никогда не подражают. Ровно та же ситуация с землей. Почему мы считаем людей, которые владеют квартирами в нашей стране, достаточно мудрыми, чтобы и продавать, и покупать их вовремя. А люди, которые владеют землей, мы считаем умственно отсталыми, которые не могут правильно распорядиться своим имуществом. Это огромное лицемерие со стороны политиков-популистов, которые из года в год вешают одни и те же пута на ноги нашего аграрного сектора ради красивых своих вот этих слогов. Ну, земля, ридноматы. В Штатах тоже ридноматы. И они тоже проливают кровь, защищая свою землю. Они же давно уже находятся в так называемой собственности на долгие годы аренды у крупных землодельцев. Ну, кто? Бывшие колхозные крестьяне, они же все уже давно передали. То есть, вы же в курсе, да? Не все. Сами обрабатывают там единицы вот этих мелких частников фермеров. Андрей, дело не в распределении между крупными собственниками и мелкими фермерами. Там на Западном, у нас регионально это очень неровно. Например, на Западной Украине в основном это фермеры. В степях южноукраинских, где паи по 7 гектаров и нужны системы орошения, чтобы хоть что-то росло, кроме бахчевых и сои, то там, конечно же, в основном переданы паи в аренду. Кстати, в Америке по Штатам тоже это не так ровно. Это нормально. Дело в том, что, вот посмотрите, даже при этой модели, вот те, которые кричат о продлении моратория. Ведь они же, эти крестьяне сегодня получают нищенскую арендную плату. А могли бы получить большие деньги от продажи. Или, если бы цена росла, то арендная плата тоже росла бы. Понимаете? Они защищают крестьян от их же денег. Они защищают крестьян от возможности разбогатеть. Ну или хоть немножко больше получать. Даже от тех же арендаторов. Но какой крестьянин, владеющий этим клочком, разбогатеет резко от продажи. Давно он это все передал. Подписан договор аренды на 55 лет. Конечно. И все эти 55 лет ему будут платить арендную плату. Знаете сколько, Андрей? По нормативам от 3 до 12% от стоимости земли. А теперь представим. Сегодня земля стоит 500 долларов за гектар. А завтра она будет стоить 10 тысяч. Арендная плата крестьянина вырастет в 20 раз. Та, которую он будет получать в следующие 55 лет, вырастет в 20 раз, Андрей. Вот от этого защищает Юлия Тимошенко своими призывами. Украинских крестьян. Чтобы у них, не дай бог, им не стали платить 10-20 раз больше. Те, кто арендовал у них, как вы правильно говорите, совершенно справедливо, эти земельные участки. Я, конечно, так глубоко не раздряюсь, но думаю, что... Но так повышает рынок цены. Сколько там миллионов крестьян, которые отдали уже свой поеда? 6,7. А главное все-таки проблема в крупных собственных земельных, латифандистах. Мне кажется, что вот они свою какую-то игру ведут. И, наверное, эта игра тоже для нашего государства имеет какой-то смысл, да? И что же вы предполагаете? Я не знаю, но я думаю, что вот в сельскохозяйстве сейчас уже вся земля разобрана, что ли. А я полагаю, что у нас парадоксальные урожаи, неплохие урожаи. Андрей, конечно же, неплохие. Ровно в три раза ниже, чем на частных землях в странах Восточной Европы, при том в тех странах Прибалтики, где близко нет черноземов. Да я вам по зерновым приведу пример. В этом году уже нормальный у нас урожай. Скажите мне, сколько мы центнеров с гектара собираем пшеницам? Ну, 20-30, наверное, сейчас, да? Ну, 40 – это очень хорошо, да? А знаете, сколько собирается в Англии? В Англии? Не знаю. А там, где песок, камни, глина. Ну, были в Англии, видели эту землю? Не чернозем, правда? Сколько? Нормальная урожайность в Англии – 110 центнеров с гектара. В зерновых? Да. Английская пшеница? Пшеница третьего класса, да. И вы это связываете только с тем, что там есть частная собственность на землю? Это прямая закономерность. Кроме Украины, буквально осталось на карте мира 4 или 5 стран. Ну, и поверьте, это просто Габон, Камбоджа – это беднейшие страны мира, которые защищают своих крестьян от лишних денег, которые могут заплатить за землю, если вдруг дать им право ее продавать. Вот кого и от чего мы защищаем. А насчет крупных латифундистов, ну, не хочу судить строго, но у меня сложилось впечатление на экспертном уровне, что это картельный сговор коммунистов с капиталистами. Что сегодня капиталисты крупные заинтересованы в том, чтобы продолжать за копейки платить арендные платы, а не быть вынужденными за реальную рыночную цену выкупать сегодняшние свои земельные банки. Вот они не, ну, вот они, вот их силами, силами их лоббистов продлевают мораторий. Не только силами сумасшедших популистов, типа Ляшко и Тимошенко, которые, конечно, им бы только ради красного словца хоть всю экономику погубить. Ну, Миша, у нас вся политика, она, в общем-то, состоит из популистов. Кто у нас не обращается к народу, к популе, там, бог с популе, не слышен почти глаз народа. Хотя тут, конечно, вопрос специальный, надо разбираться, я думаю, что мнение ваше услышано. Я другой пример приведу, но давайте сделаем популистическую налоговую реформу, тоже все поддержат. Давайте снизим уровень налогов. Экономика вас прянет. Вы об этом говорили в начале, да, что все-таки неплохо. Можно вам каким-нибудь более созидательным популизмом заниматься? Ничего более популистического, чем разговоры о том, что рынок принес Украине уже много чего хорошего и принесет еще больше, если продолжать реформу в эту же сторону. Понимаете, доктрина либерализма, это вообще, она изначально базируется на том, чтобы дать людям больше свобод. И осторожней относиться к отниманию этих свобод. Это не может не быть популярным. Это только, ну, сильно затоптанная, ну, риторикой социалистов и… Хорошо, вот социалистского унистов на название все эти ярлыки, популисты тоже, этот человек такой странный придумал, да. Вот за 25 лет реформ капиталистических, связанных сейчас, собственно, на все, вот, кроме там земли, хотя это тоже, ну, почти одно и то же, там, аренды и так далее. Вы всерьез хотите сказать, что Украина куда-то рванула вперед или как там, вверх, вперед и вверх, как вы говорите, в сравнении с тем, что она себе представляла в составе там СССР, когда была УССР? Первое. Да. Не все капиталистические реформы нами доведены до конца. Именно поэтому она вот… Второе. Не все, не все они были успешны. Те, которые были более успешны, например, реформа банковского сектора. Украина имеет одно из самых развитых. Начиная с Видроджини этого банка, который, Украина, обворовали население, т.е. вклады, там, я просто знаю, меня родственники даже представлялись, да. И заканчивая Крещатиком, где тоже воровство на уровне, что, ну, не знаю, зарплат, трамвайное троллейбусное управление, где были у людей зарплаты, не говоря про миссионеров, да. Вот это вот банковская система ваша за 25 лет, которая имеет такие результаты. Реформировать. Дальше, интересно. МРИ, я там не вспоминаю, но и другие банки, вы лучше меня знаете. Конечно. Это ужас какой-то. Я даже… Которые даже трудно себе представить. Огромное количество банкротств. Банков в экономике, где был высокий дефицит бюджета, высокий уровень госдолга, безудержная госдолга… А что он взялся за эти 25 лет, за этих рыночных реформ? Потому что начинают коммунистическая группа 239. Заканчивая ладнентно-социалистической фракцией «Батькивщина бьют» в парламенте. Они хотели больше денег раздать народу, чтобы тот за них голосовал. Имели огромный дефицит бюджета, наращивали госдолга. Вот нарастили нам его выше 100% в год. Миша, вот у нас десяток олигархов, да, начиная с самого… Олигархи не одолжили. Деньги у государства. Откуда они берут их? Они где у государства зарабатывают? Или выводят на шок? Или нет? Конечно. Безусловно. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Вот видите, это телефон Apple. Да. Знаете такую компанию в Соединенных Штатах? Ну, слышал, конечно. Ее материнская компания находится на Каймановых островах, где она платит 0,05% налог на прибыль. Знаете такую компанию Facebook? Знаете такую компанию? Приватбанк. Знаете такую компанию? Вернее, банк такой, да? Пока еще он стоит, но шутки. Этот банк, в отличие от Apple и Facebook, является резидентом Украины и платит налоги здесь. Этого избежать нельзя. Ну, я там не продолжаю мысли, сколько вывезено миллиардов долларов в офшоры через вот все эти схемы, в том числе и банковские включаются, да? Ну, это просто тема для какого-то отдельного разговора, потому что законодательство с офшором, оно как-то так притормозилось тоже сильно. Я вам наизусть скажу. Я вам наизусть скажу. Прошу. Закон, который надо завести. Каждый год. Да. Какие-то олигархи выводят деньги в офшоры, а какие-то из офшоров заводят в экономике Украины. И модернизируют нашу экономику так, что она прямо аж вот… И банковская система не только Украины, любой страны устроена по принципу строгого учета валютных поступлений. Мы знаем с точностью не просто до доллара, а до цента баланс от привоза и вывоза валюты из страны. Знаете, какой он за 25 лет независимости? Реальное производство. Что у нас? Более 100 миллиардов. Это прекрасно. Так вот олигархи в эту страну и капиталисты вложили на 100 миллиардов больше, чем вывезли отсюда. И где это? Это данные объективной статистики. Где эту? Как помните, анекдот там. Андрей, я могу вам очень легко ответить на этот вопрос. Трещина на дружбу… Нет, там на метроже «Герои Днепра», да? На вас очки в дорогое оправе «Кортье». Такие в Советском Союзе купить было невозможно. У нас изюм отличный для оправы. Но это отдельная история про очки. Михаил, я согласен, что есть такая модель. И она в Украине худо-бедно, но работает, да? Такая все-таки капитализация всех сторон нашей жизни. Ну и к этому мы пришли и придем куда-то еще дальше. Я думаю, тут не поспоришь. Сюжет самый главный. Вот я просто хотел с вами сегодня это обсудить. Касающийся, может быть, макроэкономических и так далее. Показатели так или иначе связаны с тем, что страна Украина сегодня, не скажу, разрывается войной, но имеет неконтролируемую часть территории, с которой какие-то экономические отношения существуют. Существует. Как вы просмотрите перспективу улучшения? Ну, чуть подробнее. А я противник той государственной риторики, той государственной политики, что мы не должны торговать ЛНР, ДНР. Мне больно и горько, как и каждому украинскому гражданину, что у нас есть некая подконтрольная территория. И что из-за внешней агрессии России часть наших граждан страдает, фактически находясь в заложниках. Мы знаем о гуманитарной катастрофе. Не нужно бояться произносить это слово. Конечно же, ответственность в основном за это уже на России. То есть люди лишены источников дохода. Люди не всегда получают даже минимальный продуктовый набор. Те, которые живут в ЛНР, ДНР. Какое счастье Новороссии принесла Россия? Это на экранах всего мира показывается, кроме российских телеэкранов. Но я хочу подчеркнуть, что Украина также несет часть своей ответственности за то, что гуманитарную помощь, элементарной едой и медикаментами там оказывают преимущественно фонд Рината Ахметова. Хотя это полностью любое государство. Любое государство. Заграничные чуть-чуть там. Ну, вылаживает у нас фильм. Судья рассказывала сказки. Рината Ахметова начинает как бы тут выступать фигурой в вашем изложении. Такого олигарха главного, конечно, социально ответственного, который отвечает за всю территорию. Астальские у него активы. Я в этой студии не для того, чтобы хвалить или ругать Рината Ахметова. Похвалили сейчас. Я отмечаю очевидный факт, известный всем миром и Организацией Объединенных Наций. Что за фонд? Доминирующую часть гуманитарной помощи, позволяющую людям физически выживать, не умирать голодной смертью, оказывает фонд Рината Ахметова. А я хотел бы, чтобы оказывал фонд Министерства здравоохранения Украины или Министерства обороны Украины. Или я бы хотел, чтобы государство выделяло в своем бюджете средства на то, чтобы такие же грузовики под Красным крестом только от имени государства Украины заботилось о своих гражданах. Потому что получается, что частному лицу Ринату Ахметову граждане их жизни и здоровье более ценны, чем для Украины. Вот я испытываю чувство неловкости от того, что мое государство за мои налоги не заботится о моих соотечественных, которые находятся в Стаханове, Луганске, Донецке. И это, мне кажется, моральная проблема нашего государства. Это проблема больше, чем… Но вы спросили о том, как влияет на экономику наличия… Есть ли перспектива улучшения экономических и политэкономических отношений и в чем вы ее видите? В последние 20 лет мировая история знает немало неподконтрольных или временно неподконтрольных территорий, которые совершенно не мешали развиваться государством. Мы знаем экономический взлет Азербайджана при наличии Нагорно-Карабахского конфликта, спорных территорий с Арменией. Мы знаем, что Молдавия не испытывала особых дискомфортов, уже даже развила свою экономику. Скоро раньше нас получила безвизовый. Может, еще и раньше нас в ЕС войдет, несмотря на наличие Приднестровья. Мы знаем стремительные… Как бы там ни относились к Михаилу Саакашвили, это было 10 лет стремительных реформ и очень быстрого темпа экономического роста, несмотря на две неподконтрольных территории Абхазии и Осетии. Ну и так далее. То есть это, конечно же, не помогает. И лучше бы этого не было. Но это не является каким-то фактором, который делает совершенно невозможным рост и нормальное развитие оставшейся части страны. Но, к счастью, такой рост и развитие возможно. То есть, иными словами, эта часть Украины, на ваш взгляд, скорее всего, останется неподконтрольной, да? Нет. Ряд примеров, которые привели… Знаете, я очень слаб в политических прогнозах. Не хочу давать никаких. Я не знаю, как будет. Мне бы просто, как гражданина Украины, хотелось бы, чтобы это побыстрее прекратилось. Мне безумно жалко людей, которые там находятся. Я считаю, что мы делаем недостаточно для физического спасения этих граждан. Например, если их единственный способ выживания – это работать на этих шахтах и заводах, то мы должны покупать этот уголь и металл. Даже если деньги… Ну, что-то поступает, вы слышали, да? Все-таки там какой-то антрацит из луга? Ну, к счастью, мне известно, что да, что полулегальная торговля углем из ЛНР в Украину существует. И с этим два года не могу справиться. Она полулегальная, да? Официально мы покупаем этот уголь в ЮАР. Об этом много писали. На самом деле он ЛНР-овский. Там запутанная история. Но, в общем, я знаю по своим родственникам Луганской области, что это помогает им физически выживать. Вот эти даже нищенские зарплаты, которые… Это они Ахметов, да? Все-таки какие-то получают они за это еще деньги? Конечно. Уголь оттуда куда-то привез? Конечно же. Но 70-летние старики, которые не могут работать на шахтах, выживают преимущественно за счет продуктов фонда Ахметова. Само по себе это, конечно. Я понял, да. Ну, наверное, и какой-то пафос тоже мне ваш понятен и внятен. Но я разделяю моральную ответственность, конечно, со всеми гражданами Украины. Даже с правительством приходится ее разделять. Потому что мы-то живем вроде как в Киеве, так в более-менее мирном. А там люди живут совсем в немирных условиях. В худших чем-то. Михаил, спасибо. Было очень интересно. Остро, зажигательно. Я надеюсь, что в этой студии мы продолжим этот разговор. С вами был Павел Кухрид. Продолжаем трансляцию на ВКВ. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.